В Национальной библиотеке Чувашии готовы научить белой магии шеститочия. Специально ко дню рождения известного на весь мир французского изобретателя рельефно-точечного шрифта Луи Брайля сотрудники библиотеки организовали выставку. Гениальная идея Брайля, когда читатель проводит кончиками пальцев по выдумленным точкам, помогла многим незрячим по всему миру развиваться и успешно вести диалог с окружающими. В России брайлевский алфавит появился во второй половине 19-го столетия. Но рассвет брайлевской печати пришелся на 1970-е годы, когда выпускалось примерно 280 наименований книг ежегодно. На этой выставке представлены книги, раскрывающие биографию этого великого французского изобретателя, а также экспонаты, привезенные из библиотеки слепых имени Толстого. Это говорящая книга, аудиокниги, букварь для слепых, а также предмет, которым пользуются слепые люди. Это брайлевский прибор и грифель, с помощью которого незрячий человек может наносить текст. Все предельно просто, как и все гениальное. Бумага вставляется между двумя пластинами. Каждая ячейка пластины соответствует брайлевской ячейке. Человек с помощью грифеля выдавливает брайлевский знак. Записи делаются справа налево, и чтобы прочитать написанное, бумагу нужно просто перевернуть. Конечно, современное электронное оборудование позволяет переводить на шрифт брайля обычное письмо, но книга, напечатанная рельефно-точечным шрифтом, занимает особое место в любой библиотеке незрячего человека. До конца января у жителей Чувашии есть прекрасная возможность познакомиться не только с биографией французского ученого Луи Брайля, пролистать рельефно-точечные книги, но и подержать в руках специальные приборы. Галина Титарчук, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика.